Этот человек был гением телевидения. Он мог покорить любую аудиторию, в том числе самую труднодоступную – детей. Его звездный час на телевидении пробил, когда журналист стал ведущим популярной программы для подростков «Марафон-15». Он добился славы благодаря своей неуемной энергии. Все его программы представляли собой сплав яркого темперамента и удивительного жизнелюбия. Этот человек спешил жить и любил большую скорость. Из каждого мига этой жизни нажимать максимум того, что ты можешь. Эта же страсть сыграла с ним злую шутку. После гибели Влада Листьева вообще были сложные времена там на канале. И, наверное, что-то, может быть, было и связано, какие-то трудности с рекламой. И вообще ходили разговоры о том, что эта смерть Сережина не случайна. Я оставляю вероятность, что это действительно так. 8 декабря 2001 года популярного телеведущего вырвала из жизни трагическая случайность. Его имя знают все. Сергей Супонев. Сергей Супонев родился 28 января 1963 года в селе Ходьково Московской области. Вскоре его семья переехала в Москву, и там он окончил среднюю школу номер один. Родители Сережи развелись, когда он был еще ребенком. Мама мальчика вышла замуж вторично, и в новой семье у Супонева появилась сестра Лена. Когда я родилась, Сереже было 13 лет, и фактически я для него представляла интерес какой-то живой куклой. Я была игрушкой. Он сам с удовольствием мянчился, опять же записывал меня на магнитофон. То, что вот он делал эти репортажи, он брал у меня интервью, я ему читала какие-то стихи. Он, значит, там подсказывал мне, у нас до сих пор это все хранится. И когда он ушел в армию, мне было 5 лет. Несмотря на все житейские коллизии, отец Сергея, поэт и актер Евгений Кузьмич, принимал активное участие в воспитании сына. Одаренность Сергея была видна с самого раннего детства. Он хорошо пел и играл на музыкальных инструментах. Супонев мог бы стать музыкантом, но в конечном итоге победило другое увлечение. Вы знаете, я недавно слушал запись на кассете. Запись на обычной аудиокассете. Она еще была сделана на ленточном магнитофоне, где лентой на советском. И там ему лет 10-11. И там, значит, разные записи он там поет Let It Be, Beatles, там какие-то читает стихи. А вот еще там есть отрывочек, где он садится детским голосом, абсолютно таким писанием. Здравствуйте, меня зовут журналист Сергей Супонев. И он просто читает какие-то новости там про то, что происходило тогда. Я думаю, что просто тогда в него это как-то зародилось в нем. В целом детство будущего журналиста было вполне счастливым, но чего-то все же не хватало. Скорее он человек, который в детстве мечтал о том, чтобы там колесить на мотоциклах, прыгать с парашютом, бороздить морские просторы. И опять же это идет из детства. Он просто, будучи уже мужчиной, он это все реализовывал. То, чего ему не хватило, ну, чтобы как-то сбалансировать. Когда Супонев купил тот злополучный снегоход, родители Сергея почему-то сразу возненавидели дорогую игрушку. Со мной ничего не будет, уверял их сын. Я умру своей смертью. Но он ошибся. Свой первый репортаж Сергей сделал на радиостанции «Юность». Это был материал о спекулянтах. Он понравился главному редактору. Затем начинающий журналист сделал еще несколько репортажей, после чего без труда поступил в МГУ. Тогда же он впервые оказался на телевидении. Устроился работать грузчиком в Останкинском телецентре, где возил тележки с аппаратурой и реквизитом. Через год Супонева забрали в армию. Его отец хотел, чтобы сын обязательно отслужил. После армии молодой журналист продолжил учебу в университете и снова устроился работать в Останкино. Теперь уже администратором в отдел пропаганды. Эта работа не слишком нравилась Супоневу. Его привлекал совсем другой жанр. Ощущение от того, что он делал на экране, оно такое семейное, родное. Если ты смотришь на него, то кажется, что он здесь рядом. Вот такой свой парень. И этот секрет, мне кажется, на экране он абсолютно не отличался от того человека, которым он был в жизни. То есть вот камера, она была просто еще одним таким живым слушателем, которому он всегда был рад рассказать то, что он думает, то, что он чувствует. И вот поэтому передачи получались там, ну, «Марафон 15», потом «Зор в джунгле» или там «Звездный час». Они все получались такие веселые и родные. В 1986 году Супонев ушел в детскую редакцию. Там он работал корреспондентом в популярной программе для подростков «До 16 и старше». Эта передача была заметным явлением на центральном телевидении. Рожденная на волне перестройки, она в доступной для молодежи форме объясняла сложные явления советской действительности. На волне успеха «До 16 и старше» журналист приступает к созданию своей первой авторской программы «Марафон 15», которую он сам и ведет. С этого момента лицо Сергея Супонева стало известно миллионам россиян. Обаятельный, умный, невероятно общительный ведущий сразу стал своим для зрителей. Особенно для школьников, которым и была адресована программа. По большой части, наверное, это был Серега, потому что он работал какое-то время в программе «До 16 и старше». И, наверное, ему казалось, что чего-то не хватает в этой передаче, вот к какой-то степени доверия. Потому что все-таки там было какое-то назидание некоторое. И вот родилась программа, действительно была отличная. Ни до Сергея, ни после него добиться такого результата не удавалось почти никому. Для целого поколения ребят, которые познакомились с Супоневым благодаря его программам, он был не ведущим, а просто другом. В начале 80-х, сразу после армии, Супонев женился на девушке Валерии. И вскоре после этого у молодой четы родился сын Кирилл. Но прожив вместе 15 лет, супруги развелись. Через некоторое время в жизни телезвезды появилась другая женщина. Его вторая жена, Ольга Мотина, в первый раз увидела Сергея по телевизору, когда ей было 13 лет. Придя домой из школы, она включила программу «Марафон 15». «Я хочу, чтобы у меня был такой муж», – сказала она тогда. Эти слова стали пророческими. Когда Ольга окончила школу, а затем и театральное училище, она стала актрисой театра «Сатиры». Волею судьбы именно в этом театре работала пианистка и мама Супонева. И поскольку ведущий не переставал нравиться ей все это время, она стала регулярно передавать ему приветы через его маму. Так длилось примерно год. А потом Сергей решил прийти на спектакль, в котором играла Ольга. Он познакомился с Олей, придя со своим другом Колей Фоменко на спектакль театра «Сатиры». Насколько я знаю, Коля Фоменко в тот момент, по-моему, уже был женат или, может быть, еще только встречался с Машей Голубкиной. Вот. И Сережа там заприметил Олю. И на момент их женитьбы они были знакомы год. То есть, когда Сережа погиб, вот их браку было там полтора, полтора приблизительно года. Их роман развивался стремительно. Уже через месяц после первого свидания молодые люди решили всегда быть вместе. Поженились они незадолго до трагического ухода Сергея. Ольга предчувствовала неладное и хотела, чтобы их дочь Полина носила фамилию отца. Утром того рокового дня Супонев позвонил жене из Тверской области, где намеревался покататься на стегоходе. Он сообщил ей, что будет дома уже на следующий день. Впоследствии Ольга вспоминала, что была совершенно спокойна за мужа. Первый раз в жизни предчувствие обмануло ее. В начале 90-х отечественное телевидение переживало трудные времена. Многие популярные некогда передачи закрывались одна за другой. Особенно большие трудности выпали на долю детского вещания. В этот переломный для страны момент основной упор делался на общественно-политические программы. К тому же на телевидении стала проникать реклама. Размещать ее в детских программах было невыгодно. В этой ситуации программы, которые создавал для подрастающего поколения Сергей Супонев, были как глоток свежего воздуха. Познакомились мы, когда он стал у нас работать на Первом канале. Работать в одном из самых трудных направлений телевизионного жанра – это детское телевидение. Передачи для детей, игры для детей, и у него была такая какая-то аура веселья, задора, и очень хорошая была энергетика. Журналист не раз говорил, что подготовить хорошую детскую программу – задача невероятно сложная. Если для взрослых можно сработать передачу по принципу «сидят три мужика и разговаривают», замечал он, то для детей нужны красочные качественные декорации, хорошая техника, чтобы все сверкало и дымилось. Что он мог сделать, когда против денег? Да, против денег никто ничего не сделает. Но он делал такую продукцию, что Константин Эрнст всегда ставил его программы в эфир. Он всегда знал, что понравится детям. Недаром на покоронах Супонева его коллега и друг Константин Эрнст назвал Сергея взрослым ребенком. В 90-е годы Супонев стал настоящей звездой российского телевидения. В эти годы он запускает не меньше десятка захватывающих проектов для детей. Наиболее популярными среди них были «Звездный час» и «Зов джунглей». В 1998-м Сергей возглавил дирекцию развлекательного и детского вещания Первого канала. В это же время он руководил собственной продюсерской компанией под названием «Зов». В эти годы он был успешен, знаменит и востребован. И тем не менее, именно тогда звезда телевидения начинает переживать кризис. Он часто говорил о том, что кабинет руководителя предпочитает работу в студии. И несмотря на это, в 90-е годы он стал крупным начальником, что не очень вязалось с его живым темпераментом. Это ему было очень тяжело, потому что если ты занимаешься бумагами и занимаешься деньгами, то ты не занимаешься... Ты занимаешься творчеством, но это уже сложнее. Вот. И как он ее выдерживал? Вы знаете, вот в тот момент, когда он ушел, как раз, наверное, был переломный период, когда он решал, что же мне тут как бы уже делать. Я либо сижу за столом и подписываю бумаги, либо делаю что-то другое. И мне говорили, что он сказал такие слова, что ну вот теперь я здесь за столом, теперь я буду делать настоящее телевидение, хорошее телевидение. Но вот в этот момент он ушел, и это осталось недоделанным, к сожалению. В каком-то возрасте, вот когда мужчина, я не знаю, как женщина, мне вот только грядет, собственно, я постепенно нагоняю его по возрасту. Кризис среднего, вот. Среднего возраста, 35-40. Конечно, у него тоже были какие-то сомнения, там, падение интереса к жизни, там, и так далее. Казалось ему, что ничего не сделано, хотя сделано было масса. В одном из интервью тех лет Сергей признался, я устал от телевидения вообще и от работы в частности. Возникает мысль все поменять. Подумываю, не бросит ли на год-два работу. Раньше хотелось кому-то что-то доказать, а сейчас уже все доказал. Хочется все пересмотреть и отфильтровать, и только после этого продолжить. Какими-то своими сложными моментами он не делал, что он мог прийти и сказать, «Ты не представляешь, что сейчас у меня происходит. Ну, что это, этот там, да, кто-то, но не называя фамилий и не называя, без какой-либо конкретики». Он просто говорил, что там какое-то происходит что-то глобальное. И Сережа был таким человеком, очень четким, слаженным. Он мог, разумеется, быть разгильдяем совсем в других вещах, но вот что касается деловых вопросов, он как раз был таким. И, возможно, это, конечно, сыграло какую-то свою роль. Условно говоря, может быть, даже если это был несчастный случай, он мог быть несколько рассредоточен, потому что за что-то переживал. Между тем, редкие часы отдыха он стремился провести не дома, а в компании или на природе, занимаясь экстремальными видами спорта. Ему было скучно жить, если он не рисковал. А рисковать он очень любил. То есть, ну, если ты едешь на машине, то ты едешь 180. Если ты плывешь по Волге на катамаране, то на грани, чтобы упасть и не упасть. Если, ну, это было во всем. Если сидеть, то там до утра. В 1999 году журналист получил премию ТЭФИ за программу «Зов джунглей». Никто с самого начала не сомневался, что награду получит именно он. На детском телевидении Супонев долгие годы был лидером, и после ухода журналиста его ниша осталась пустой. Одним из последних проектов Супонева была масштабная программа Первого канала «Последний герой». В ней он выступал в качестве продюсера. Я уверен, что название «Последний герой» придумал Сережа. Эрнст спрашивает, какое название? Я жду ответа. И все начинают высказывать свой вариант. Да, Сережа доходит, он сказал «Последний герой». И это... Да, будет вот так. Все согласились. В последние годы Сергей все чаще ощущал подавленность. Слишком много административной работы все меньше времени удавалось проводить в студии. Давило на сознание серость будней, которую Сергей не переносил. Для борьбы с депрессией всегда выбирал проверенное средство – риск. Отчаянный искатель приключений не раз попадал в опасные ситуации, которые нередко таили в себе угрозу жизни. И он во время от времени рассказывал какие-то ужасные истории о том, что, представишь, мы тут вот с кем-то они там ездили, перевернулись на яхте и еле выкарабкались оттуда. Только благодаря воздушному мешку, который там оказался под днищем, да, они как-то там удержались и выплыли. То он завалился, значит, на своем мопеде, там ли что у него было, или скутер, завалился, чуть не попал под встречную машину, притормозил на светофоре, и вот колесо попало на разделительную, очень скользкую. И вот, значит, то он залетел куда-то в колодезный этот люк. То есть очень много было сигналов, таких предпосылок задуматься и поостеречься. За неделю до рокового дня Супонев сильно порезал ногу. Этот случай мог бы стать для него предупреждением. Однако, едва нога зажила, Сергей отправился кататься на снегоходе. Эта поездка привела к трагедии. А накануне буквально он у меня еще спрашивал, Коль, слушай, поехали вместе в магазин, дубленку купим. Знаете, у нас вот на рот любит, любил, сейчас, может быть, немножко меняется, темно-серые вещи, темные дубленки, темно-коричневые. Он говорит, я хочу рыжую. Я говорю, а чего, почему рыжую? Как бы необычно. Он говорит, да, надоело вся эта тусклятина, хочу яркого. Вот в этом был Сережа. И на следующий день вот такая история. Мы днем виделись, а вечером он уехал. Несчастный случай произошел в небольшой деревушке в Тверской области, где у ведущего была дача. В тот субботний вечер, 8 декабря 2001 года, Сергей взял свой снегоход и пригласил в попутчицы знакомую девушку. Они катались по замерзшему озеру, покрытому слоем снега. Однако увеселительная прогулка длилась недолго. На самом деле он катался по заснеженной реке. Это, в общем, самое безопасное, что можно придумать, потому что это гладь. И он всех учил, собственно, что по побережью ездить нельзя, поскольку там речные, лодочные пристани, кусты, деревья. И как его занесло на речную пристань, ну, вот не на пристань, а на берег, да, и он же, он же, у него произошло столкновение как раз с лодочной, вот с этой береговой вот штучкой, как, ну, маленький пирсик такой. Вот это совершенно не ясно. Вот именно это наводит на какие-то мысли о неслучайности этого происшествия. И с ним, как выяснилось, нам ничего не сказали, мы узнали из газет. И потом, когда задавали вопросы, действительно, оказалось, что с ним была еще девушка какая-то. А в этом как-то умалчивалось, что странно тоже. От удара снегохода Сухонева и его попутчицу выбросила и с огромной силой швырнула головой о землю. Оба скончались практически мгновенно. Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище. На памятнике Сергей, как это было при жизни, смотрит с телеэкрана и улыбается. Рядом с его лицом выгравирована фраза «Твой звездный путь на этом свете пролег с экрана в души к детям». Эти строки написал для Сухонева его отец. Со дня трагического ухода Сергея Сухонева прошло 4 года. Это немалый срок. И тем не менее, многим до сих пор не верится, что журналиста больше нет в живых. Это случилось до того неожиданно, что вот уже прошло 4 года, а ощущение такое, что Сергей-то, ну, может, уехал в командировку. Я думаю, что я говорил бы с ним неделю напролет и не спал бы. Я чувствую, что я с ним разговариваю и слышу какие-то ответы. То есть для меня он абсолютно живой человек, с которым можно беседовать. Он мне не снится. Он мне приснился дважды. Вот. Удивительно, что он мне приснился в очень каких-то радужных обстоятельствах. Я его встретила в каком-то солнечном городе, он меня окликнул. И рассказал мне, ну, то есть мы стали беседовать. Я не понимаю, мне все говорят, что со мной что-то случилось. А то ты же видишь, что со мной все в порядке. Супонев считал, что жизнь без приключений скучна и примитивна. Он делал все, что мог, чтобы раскрасить ее в яркие цвета. Этот журналист был одним из тех редких людей, кому дано хоть немного изменить мир. О Сергее Супоневе нельзя вспоминать без теплой улыбки. И грустить о нем просто не получается. Продолжение следует...